Территория Победы Говорит Москва, германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Победа будет за нами! Великая Отечественная война победоносно завершилась! История Великой Отечественной войны полна загадок и тайн. Мне в руки зачастую попадаются очень важные документы, рассказывающие о невероятных примерах героизма советских солдат. И это один из них. Моё внимание привлёк интересный документ, наградной лист бойца. Читая его, мне сложно поверить, как юноша меньше 20 лет от роду совершал такие смелые и отчаянные поступки. Младший сержант Антон Михайлович Соломаха родился на Украине, в Херсонской области. Когда началась война, он был ещё слишком молод для призыва в армию. С сентября 41-го по ноябрь 43-го года он испытал все тяготы и ужасы оккупации. После освобождения Красной армии Украины он отправился добровольцем на фронт. Особо отличился в боях на территории Восточной Пруссии. Кёнигсберг. Столица Восточной Пруссии. Концентрат военной мощи вермахта. Это был центр укрепрайона, выдвинутого на восток. Два десятка заводов и фабрик снабжали гарнизон оружием и техникой. Немцы всеми силами пытались устоять и выиграть время для нанесения удара так, как это было в Сталинграде. Появление на улицах и площадях солдат Красной армии имело бы колоссальные последствия не только для неприятеля, но и вдохновило бы наши войска на окончательный разгром врага. КОНЕЦ Слабая русская крепость Севастополь держалась 250 дней против непобедимой германской армии. Кёнигсберг, лучшая крепость Европы, не будет взят никогда. На взятие города потребовалось всего 4 дня. Кроме того, Кёнигсберг это, говоря современным языком, это крупный транспортный хаб, то есть центр железнодорожных путей и морской порт. Соответственно, овладение Кёнигсбергом имело большое значение для разгрома немецкой группировки армии «Север». Основой обороны служили жилые кварталы, бастионы, ревеллины и башни. Многоэтажные здания тесно привлекали друг к другу. Обороняющиеся, не покидая помещений, через отверстия в стенах могли обойти жилые кварталы один за другим. Были вырыты стрелковые ячейки на перекрестках и вдоль домов. Пулемёты и орудия занимали первые этажи, а стрелки и снайперы – верхние этажи и чердачные помещения. Но для солдат Красной Армии взятие даже самой неприступной позиции было делом времени. Как, например, история младшего сержанта Антона Михайловича Саламахи. Он был очень непризывного возраста и в армию не попал. А в оккупации оказался. И вот этого порядка, немецкого порядка, нахлебался выше крыши. Когда Красная Армия освободила территорию Херсонщины, он отправился в военкомат, попал в 43-ю армию. И за короткий срок показал себя достаточно смышлёным, толковым солдатом. Стал сержантом. Получил медаль «За отвагу». Это иногда бывает, что «За отвагу, чтобы героя не определишь». Такой подвиг-то сильнее, важнее. И получил высший солдатский орден славы в третьей степени. Это также очень высокая награда. Особенность города, что угловые здания превращались в узлы обороны. И целый квартал держался счёт того, что это здание со всех окон и щелей вёлся огонь по наступающим Красноарлицам. Он смог незаметно для противника проникнуть в подвал, набрал гранат и, бегая по коридорам этого здания, забрасывая эти гранаты в комнаты, где гражданские пулемётчики или автоматчики ввели огонь из амбразуры и окон, подавил несколько огневых точек. Огонь ослаб, и красноармейцы овладели этим зданием. Целый квартал был очищен. Узел обороны Рухова, квартал в наших руках. Форд мешал нашим продвижениям, имея на вооружение 8 орудий, 25 миномётов, 50 различных пулемётов. 6-го числа первая попытка через горжевую часть прорваться в форт была неудачной. Немцы отбили атаку и с большими потерями рота отошла. Это Капонир. Именно здесь, на позиции в этом крыле, оборонялось 30 фашистов. Они сдерживали оборону. Ну а нашим солдатам, Саламахе и Полупанову, удалось подобраться ближе к этим стенам. Толщина стены около двух метров. И для того, чтобы её взорвать, необходимо было поднести множество снарядов и взрывчатки. Сапёры подорвали стены рва. И потом химики на плотах уложили дымовые шашки, задымили водный ров, чтобы как-то замаскировать действия и продвижение наших штурмовых отрядов. Саламаха и его товарищ Полупанов сбросили в канал брёвные доски, а затем по штурмовым лестникам спустились в леденную воду. От холода подчиняло тело, а в ушах звенели выстрелы. Нашим бойцам удалось вплотную подобраться к позициям врага. Промокшие Саламаха и Полупанов вылезли из воды и укрылись в воронке от снаряда. Впереди в бетонном теле форта зиял проём. Ворвался в казармы этого форта и в рукопашной схватке, отчаянный был парень, со своими ребятами уложил около десятка немцев, а два десятка взял в плен. Более часа делся бой в казематах. Бойцы требовали, чтобы фашисты выходили по одному без оружия и с поднятыми руками. Под натиском штурмовых групп и отрядов один за другим сдавались солдаты вермахта. За этот подвиг бойцы Саламаха и Полупанов получили звание Героя Советского Союза. А всего бойцов, получивших высшее звание, было 15. Об этом я расскажу вам в следующих сериях. Так вот, после войны Саламаха пошёл учиться, получил уже техническое образование, работал на сельхозпредприятии, в конце концов его возглавлял уже в конце своей рабочей карьеры. Очень уважаемый человек был, а жил он там же, откуда я призывался, в Херсовской области, посёлок Кардашенко. И вот он каждый год, пока был жив, пока позволял здоровье, приезжал сюда на День Победы и привозил охапки цветов, выращенные собственными руками на своём участке. В дальнейшем уже у него проблемы были с ногами. Он уже плохо двигался, но всё равно, как кто-то, мы знали, что кто-то приедет и обязательно от Саламахи привезёт цветы. Саламахи привезёт цветы. А знаете ли вы, что в штурме столицы Восточной Пруссии принимали участие московские бойцы двух дивизий народного ополчения? А вы знали, что дед известного российского актёра Владимира Машкова брал Кёнигсберг? А вот что осталось от бетонного дота, прикрывавшего подступы к воротам форта. Ударная волна от её снарядов разрывала внутренности вражеских солдат. И после первых же ударов они выбросили белый флаг. Солдаты вермахта, охраняющие бункер коменданты города Отто-Ляша, открыли огонь по отрядам СС. Каким образом советская дивизия во время наступления на территории Восточной Пруссии оказалась в окружении на Курской косе?